Здравствуйте, уважаемые участники вебинара «Итоговое сочинение на максимум». Давайте познакомимся. Меня зовут Неволина Елена Александровна. Я живу в Подмосковье, Наукоград, Протвино. Я учитель русского языка и литературы. Проработала в школе 25 лет. 12 лет из них я занималась экспертизой ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе. В настоящий момент я частный репетитор, репетитор в онлайн-школе «Фоксфорд» и привлекаемый к работе эксперт по русскому языку и литературе. Последние проекты, в которых я участвовала, это проверка региональных этапов Всероссийской Олимпиады по русскому языку и литературе, экспертная оценка работ в международном конкурсе медиапроектов «Страна читали». Еще я веду канал по подготовке к экзаменам по русскому языку на Ютубе. 42 тысячи подписчиков у нас на данный момент. Это я рассказала, почему мне можно доверять. Сегодня мы начинаем цикл бесплатных вебинаров. Их будет пять. Они будут проходить по понедельникам в 19.00 в Зуме. Ссылка на вебинары будет размещаться на странице сообщества ВКонтакте. Каждый участник вебинара будет получать в подарок гайд по одному из пяти направлений итогового сочинения. И сегодня по окончании вебинара мы будем рассылать гайд по направлению «Забвению не подлежит». Задачи сегодняшнего вебинара вы видите на экране. Мы познакомимся с методом академического письма и увидим, как с помощью этого метода писать основную часть сочинения. Академическое письмо – это стиль изложения научных работ. Но обратите внимание на особенности этого стиля, а не на экране. Использование публицистического стиля изложения, умение аргументировать и перефразировать – это то, что необходимо для написания итогового сочинения. В России метод академического письма описала в своей книге «Академическое письмо. Процесс. Продукт. Практика. Доктор педагогических наук. Доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук Ирина Борисовна Короткина». На основании этого метода мы разработали платный курс из 12 занятий с видеоуроками, теоретическим сопровождением, домашками, которые помогают научиться писать эссе, сочинение рассуждения на любую тему, не только выпускникам школы, но даже студентам вузов. То есть это такой универсальный метод. Итак, как я начинаю работу со своими учениками? На берегу мы договариваемся, что текст – это результат изложения мыслей автора. Текст имеет мотив, почему создается текст, цель, зачем создается текст, адресован читателю или слушателю. В тексте есть тема, о чем текст, идея или основная мысль, ради чего текст написан. Текст характеризуется определенной структурой – композиционным, логическим и стилистическим единством. Кроме того, вы знаете, что сочинение – это вид письменной школьной работы, представляющей рассуждения, изложения своих мыслей и чувств по заданной теме. А на итоговом сочинении выпускник должен уметь логично и грамотно строить связанный текст рассуждения, обращаться к литературному материалу, привлекая в качестве примеров литературные произведения. В нашем курсе мы используем метафору текст-эссе «Гамбургер». Верхняя булочка – вступление, нижняя булочка – заключение, начинка гамбургера – основная часть. Котлета – это ваши собственные мысли-идеи. Гарнир – литературные примеры, которые позволяют читателю усвоить содержание. Если в вашем сочинении не будет ваших мыслей, идей, то тогда ваш гамбургер останется без котлеты. Если же в вашем сочинении не будет литературных примеров, то тогда ваш гамбургер останется без соуса и тоже будет невкусным. Каждая часть нашего итогового сочинения построена по принципу триады – три составляющих. На экране вы видите три составляющих вступления. Основная часть состоит из двух абзацев, и каждый абзац состоит из трех частей, которые вы видите на экране. Заключение – это тоже три составляющих. Подробно мы обговариваем с ребятами, что представляет собой абзац в нашем сочинении. У нас их получается в работе минимально четыре. Начинаем работу над сочинением с формулировки тезиса – утверждения, в котором выражается центральная идея всего текста. Тезис располагается во вступлении. Раскрытию тезиса подчинена основная часть сочинения. В заключении тезис предстает в виде главного выгода. Чтобы сформулировать тезис, на начальном этапе работы над сочинением формулируется главный вопрос к теме сочинения, ответ на который служит рабочим тезисом. На экране вы видите, какие требования предъявляются к тезису. Тезис не может быть выражен в виде факта. Тезис не может быть сформулирован в виде вопроса, так как он является ответом на вопрос. Тезис не должен содержать слишком узкую мысль или быть слишком общим. Он обязательно должен отражать позицию автора и фокусировать внимание на доказательстве. Давайте рассмотрим на примере, как мы формулируем тезис. Первый шаг. Выделяем в формулировке темы сочинения опорные понятия, ключевые слова, и определяем содержание понятий и отношения между ними. Например, тема «Горькие уроки прошлого». Опорные понятия. Горький урок. Прошлое. Содержание понятий вы видите на слайде. Второй шаг. Создаем вопросы с использованием опорных понятий. Причем мы создаем детализирующие вопросы, даже если тема у нас сформулирована в виде вопроса. Третий шаг. Отвечаем на поставленные вопросы и формулируем тезис. Для формулировки тезиса полезно использовать формулу, несмотря на «А» есть «Б», потому что «С». Например, для нашей темы тезис получается таким. Несмотря на стремительное движение времени, «Горькие уроки прошлого» забывать нельзя, потому что это трагические страницы истории, которые принесли людям боль и страдания. После формулировки тезиса мы пишем основную часть. Да, вы не ослышались. Мы начинаем написание своего сочинения именно с основной части. На слайде вы видите его структуру. Это два абзаца, каждый из которых состоит из трех частей. Заглавного предложения, которое представляет собой суждение ученика, аргумент. Литературного примера и заключительного предложения микровывода. Аргумент – это довод. Это ответ на вопрос «Кто? Что? Именно? Когда? Где? Как именно? Почему?» Это суждение ученика, подтверждающее тезис. Например, если наш тезис звучит, повторю его, «Несмотря на стремительное движение времени, «Горькие уроки прошлого» забывать нельзя, потому что это трагические страницы истории, которые принесли людям боль и страдания», наш первый аргумент за главное предложение может быть «Гражданская братубийственная война после Октябрьской революции 1917 года, разрушившая семьи и пошатнувшая нравственные устои общества, безусловно, может быть названа «Горьким уроком в истории нашей страны». Затем мы приводим литературный пример. В нашем случае это рассказ Михаила Шолохова «Родинка». И заключительное предложение микровывод звучит так. «В войне, где отец убивает родного сына, нет победителей и проигравших». В рассказе изображается «Горький урок гражданской войны, ставший трагедией для всего народа». События, которые разрушают нравственные устои общества, не подлежат забвению. На этом слайде помещается заглавное предложение, литературный пример и микровывод второго абзаца. Какими могут быть ошибки основной части? Первое – это отсутствие заглавного предложения аргумента в начале абзаца. Сейчас, когда ребята присылают мне на проверку свои сочинения, я очень часто встречаюсь с такими работами. В этом случае формулируется только основной тезис, а доводы, аргументы уже не формулируются. На наш взгляд, это неверно. Отсутствие микровывода после примера, и такое частенько бывает. Содержательное несоответствие микровывода и примеров, наличие аргументов, приводящих к отступлению от темы, несоответствующих доказываемому тезису, и несоответствие аргументов и примеров, выдвинутых тезисом. Наступает время вопросов, на которые я готова ответить. И подарок. Наш гайд по направлению «Забвение не подлежит» я высылаю через соцсети. Вы можете обратиться ко мне на мою страничку в личные сообщения, и я пришлю вам гайд по направлению «Забвение не подлежит». Следующий вебинар состоится у нас 9 ноября в понедельник, в то же время в 19.00, где я расскажу, как мы с моими учениками пишем вступление и заключение, используя метод академического письма. Всего доброго. До свидания.